Микс Ньюс Ты кайман на планку Программа «Давай» так называется, потому что она про людей, которые выбрали действия, бездействию, которые ставят цели и добиваются, про людей, на которых мы хотим быть похожи. Это особый тип, мы его так и называем. Люди «Давай». Герои нашей сегодняшней программы этот тип определяют. Они достигли успеха в своих занятиях не благодаря, а вопреки преодолев большое количество препятствий. Они доказали, что упав, можно встать и побежать еще быстрее. Наши герои не имеют тех же возможностей, какие имеют другие, но их глаза горят и их дела говорят сами за себя. Давай попробуем научиться у них целеустремленности и понять, как поддерживать внутренний огонь. Добрый вечер или добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «Давай». На прошлой неделе у нас был небольшой перерыв, так получилось. А вот сейчас мы снова выходим в эфир. Марис Морканс, я Андрей Лешкевич, звукорежиссер Родион Золотарев. Мы ведущие этой программы. И в этой программе мы поговорим с людьми, я даже не знаю, какую-то тему обозначить. Мы поговорим с людьми, которые не имеют тех возможностей, которые имеем мы. Это люди с ограниченными возможностями, люди, которые передвигаются на инвалидном кресле. А именно это паралимпийка, фехтовальщица и керлингистка, как еще называть, Полина Рожкова. Студентка. Студентка. Комсомолка. Здравствуй, Полина. Привет. И художник Марек Одуминч. Привет, Марек. Здравствуйте. Мы разговорились уже до эфира и перешли на «ты» с нашими гостями. И, в общем-то, вот в таком формате решили продолжать. Да, и мы как-то договорились или выяснили, что мы можем во время радиопередачи не говорить. Это длинный термин с ограниченными возможностями. Мы можем говорить «проблемы инвалидов». Это выяснилось, что наших гостей не обижают. И с Лешкевичем мы обсуждали несколько дней назад, о чем у нас эта программа. И он говорит «как, ты не понимаешь, это вот самое и есть. Давай, давай, давай». Ну, программа про людей, которые, да, вот выбирают не сидеть на месте, а что-то делать. И я еще вот, чтобы закончить эту преамбулу, хочу просто рассказать уже радиослушателям, что мы вот с Марисом делаем эту программу, мы ищем гостей. И вот такой отдельный процесс поиска гостей. И нашим гостям, когда я позвонил, они практически сразу сказали «да, давай». То есть давай, ну, я говорю, хотим пригласить на передачу, раздумий было минимально. Вот, вы можете сказать, что я не вру. При том, что Марек приехал из Бауски. Да, и с помощью двух своих ассистентов и друзей, и людей, которые… В общем, Марек не может сам, он не может передвигаться сам. Сам может только с специальным креслом, которым управляет горлом. Нет, уже подбородком. Подбородком, да. Ну, вот эти части, да. А сейчас вот первый вопрос, чтобы к нам прийти, и прийти вовремя, и не опоздать, и так согласиться, этот путь для вас был трудный? Нет, вообще. Вообще нет. А можете описать буквально, ну, так, ни длинно, ни коротко, что это за путь был? Как это происходит? Это же все равно препятствие, это же коляска. Нет, никакого препятствия нет, просто оделся, сел в машину и поехал. Это если препятствие, ты сам создаешь себе. И все. Да? Полина. Ну, сел, доехал, приехал, вы сюда подняли, все нормально. Конечно. Вы ногами, мы на колесах. Да, но как же... Не, ну, если ты все приспосабливаешь, почему, что, значит, люди с ограниченными возможностями? Нас ограничивает только недоступная среда, да, то есть, если мы говорим про какие-нибудь европейские города, там такого даже термина нету с ограниченными возможностями. Мы к этому и вели. Вот только доступная у нас, получается, среда. Ты знаешь, вот, допустим, про Ригу, там, если без политики, то наш мэр, он вообще молодец, да, то есть, понятно, что, может быть, это не мы в приоритете, а велосипедисты, но, действительно, все заезды, все бортики делаются просто идеально, транспорт весь приспособлен, если у тебя не свой транспорт. Новый транспорт. Новый транспорт. Ну, очень хорошо, да, то есть, в принципе… Специальной карты нет, куда я не могу попасть? Ну, есть… Например, есть локация, есть «Мапэронс» такая локация. Да, есть одна такая аппликация, да, ну, допустим, машины нам тоже, ну, как приспосабливают государство. Да, но лизнь не работает у Стокмана, по-моему. Я вот вижу, что людей на колясках поднимают вручную. Ну, скажем так, что я просто мимо Стокмана подземный переход и до травмы не любила, да. Да, да, да. То я сейчас, если сейчас еду, то я стараюсь мимо Рига, ну, как там, между цирком и Рига, там нормально. Но несколько лет назад нельзя было перебраться за реку самому, там практически было невозможно. Ну, слушай, ну, я, честно, я человек на машине. Проблемы этих не знаю. Да, то есть я просто, например, в кинотеатр, в этот форум я не хожу, потому что подземная стоянка там очень дорогая, вот доехать, как вы говорите, именно до форум-синемы неудобно, плюс залы тоже неудобные, да, то есть если… Мне там плюс Стокман достаточно дорогой, что там делать? Да. Ну, так. Если надо на рынок, можно со стороны автоосты подъехать, там есть инвалидная стоянка, и все нормально и доступно. А в Бауске? Ну, скажу так, что не всюду, где ты ходишь, заходишь, ты проедешь. Если у тебя простая коляска, да, ну, не всюду проедешь. Если она электронная, могу в другой раз там переться, там стоять, двигаться, да, туда-сюда. Ну, бывает всякое. А есть какие-то вещи на улице, вот, которые, например, там, ну, мы с Марисом можем не замечать, а потом, ну, с тобой там что-то случается, что угодно, ты начинаешь замечать это, вот есть какие-то, можете сказать? Старая Рига-брусчатка. Ну, вот, это, да, это тяжело. Ну, а у Барына тоже раньше было тяжело, сейчас все там ругают улицу Барына, она идеально сделана, там идеально теперь ездить, что по тротуару, что на всех этих переездах. Вот, поэтому я со своей стороны абсолютно всем довольна. Хорошо, а что делать с помощью? Что делать с людьми, которые вот не могут помочь, хватают коляску и могут даже, ну, на время... Протянуть, нет. Вот это говоришь, нет-нет-нет, не надо. И, конечно, люди хотят сделать лучше, но, пригория, смогут сделать хуже. Это самое такое. Если не надо, лучше подойти спросить, надо помочь, не надо помочь, не надо, так, ну, все, спасибо. А самим спрашивать приходится? Ну, бывает. Да. В каких случаях? Это, если там, это, не приспособленные, наверное, уже есть эти аптеки там или что-то. Ну, не аптеки, может быть, а... Магазины, по большому счету, приспособлены. Там, где не приспособлено, туда ты просто стараешься обычно не ходить. Не, ну, есть где-то действительно... Ну, пляж, например, там же вот как. Ну, я думаю, что просто если ты куда-то едешь, ты уже знаешь, куда ты едешь. Ты уже свою цель поставил, ты знаешь, что там можно проехать. Если, в другой раз, там, с друзьями ты едешь, и проехать где-то можно. Там находишь новое место, и ты хочешь побыть где-то, тогда ты. Ну, хорошо. Какие цели вы можете ставить, а на какие вообще не смотрите? Потому что вот я знаю, что есть там в Молдове министр спорта. Да, ну, он и спортсмен, и глава Паралимпийского комитета их страны. Он стал министром. Есть в Германии министр финансов колясочник. Да, у нас как-то этого нет. Это ваше самоограничение, какие-то сферы не идти. Ну, мы помним маленький эпизод, когда в Евровидении колясочница участвовала. Должна была. Да. Мы в финале своей страной участвуем. Да. Обсуждать эту тему не помню, но это все равно не пыльдим. Да. Интересный феномен. Да, и помним, ну, там, может быть, про «Минута славы», да? Там немножко другая история, да. Вот вы, живя в Латвии, вы видите все сферы, в которых можете участвовать? Или там с пандусами мы уже все разобрались в начале программы? А вот в остальном, ну, вы учитесь, Полина, да, вы зарабатываете, вы художник. А что еще можно делать? Все, что хочешь. То, что хочешь, то и делаешь. Кажется, человек сам же делает. Да, просто твои желания, то есть все. Это не бывает так, что ты можешь делать это и только это. Нет. Это если ты, ну, реально, ты сам хочешь, ты просто идешь на свою цель и все. Поставил цель, пошел. Хочешь – не делай. Твой выбор. Все зависит от мотивации. Если ты это действительно хочешь, то ты этого добьешься. А где берете мотивацию? Да. Где братья? Я даже скажу, где братья? Да, и для здоровых. Мне кажется, вы более здоровые, чем я, хотя я на ногах стою. Ну, вот я, например, до травмы. Я работала на очень хорошей работе офисной, но потом поняла, что она занимает все мое время. И я так не хочу. Я пошла учиться на тренера по аэробике. Ну, вот я захотела – я пошла. Так же и сейчас. Если я вот что-то захотела, я вот очень хотела научиться шить. Я захотела – я нашла возможность. Если я не нашла возможность, значит, я не очень хорошо хотела. Ну, я примерно так рассуждаю. Так что, вот это горе, оно стало таким? Да никаким оно не стало. Если ты чего-то хочешь, то ты это делаешь. Я не говорю там про ходить. Действительно есть… Ну, ты выше головы не можешь прыгнуть. Но касательно выбора профессии… Все пути у нас. Достаточно много возможностей в Латвии на самом деле. Нет такого, что ты вот всё, ты должен сидеть дома. Если ты хочешь, ты это делаешь. А у вас, Марк? Ну… Вы не были художником. Сейчас ваши работы покупают. Да, да, да. И выставка сейчас, по-моему, в Плазе. Была, да. А была? Не в Плазе, а Молс. А, Молс, Молс. Да, да, до 5-го июня будет. Да. Ну, мне это всё пришло после травм. Тоже как-то открылось это всё. Просто Бог показал мой талант, и всё. Бог как? Я говорю, у каждого есть свой талант. И просто его надо найти. Он спрятан как сокровище. И если ты не хочешь найти, ты не найдёшь. Если ты хочешь найти как-то к цели и что-то делать, тогда ты откроешь свои таланты просто. Ну, не таким путём. Почему не таким путём? Не, ну то, что произошло, это же несчастье произошло. Ну, кому несчастье, кому, может быть, что-то наоборот. Я не говорю, что я сейчас радуюсь за то, что я сейчас в коляске, да, но просто я счастливаюсь за то, что я нашёл свой талант, у меня другой мир просто открылся, и всё. Моя жизнь перевернулась на 180 градусов, и я думаю, что я даже думаю, что это лучше. То есть, вы к этому как к несчастному случаю уже не относитесь, получается? Нет, я думаю, что нет просто. Так должно быть просто, и всё. А как произошло вот это вот осознание? Ну, я читал, я другие интервью вас тоже послушал, вот очень часто говорите, что Бог показал. Просто вот как это, вы описать это можете, как это произошло? Ну, понятно, что была какая-то реабилитация, просто физическая, это естественно. А потом вот как пришло это понимание таланта? Ну, вот это вот. Как я нашёл свой талант? Да. Ну, я был на реабилитации, и я занимался, и мне девчонки на эрготерапии спрашивали, что ты хочешь дальше сделать? Ну, идти в комнату? Я говорю, ну нет, надо было бы попробовать, ну, в другой раз мне надо бумаги какие-то подписать, да? Взял там ручку, рисовал, ну, так как бы подписался. Как у врачей получается, ничего не понятно. Вот, дали мне кисточку, взял кисточку и начинал растевать, всё, и всё сначала, как сразу всё пошло, и так и с первой картины всё идеально просто. Но было же, вот когда вы были, как же нам это сказать, когда вы были на ногах, можно так сказать, да? И было одно окружение, были, наверное, там подруга у вас была, друг были, это вот это всё как-то, этот весь мир ваш реальный, он остался, или он превратился в это зеркало, в котором вы своё горе увидели. Это очень изменяется жизнь вообще. Ты знаешь, кто твои друзья, кто твои близкие, и кто твои любимые. Это как проверяется, да? Это очень проверяется, да. А как это пережить, если это изменится? Ну, если твои родные, ну, как бы семья, да, это поддерживает, твои друзья поддерживают. Не те, которые врали тебе в глаза. Да, мы твои друзья, да, всё круто, нет. Больше стало друзей? Нет, вот сейчас стало меньше. Но настоящие друзья стали. А Полина? Ну, я, наверное, в этом не хочу говорить. Ну, смысл такой, что, ну, ты остаёшься, ну, по факту сам собой, и тебе уже решать, что ты, и куда тебе двигаться. Действительно, наверное, 99% твоего окружения, они так автоматически, они не сразу отпадают, они со временем, да, то есть у вас разбегаются дороги, потому что если вы раньше занимались вместе спортом, сейчас вы этого не можете, встреча становится реже, 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 через несколько лет, ну, вы так помните, как друг друга звали, и всё, да, то есть людям немножко стыдно, что они вот здоровые, а ты на коляске, они стесняются. Не столько мы стесняемся с уиками. Есть примерно в моём тоже случае, что есть люди, что они не могут принять меня такого. Да, а их проблемы становятся. Да, но они говорят, ну, я понимаю, я знаю, что ты был таким, когда ты соходил, и всё, но сейчас посмотрю на тебя, не могу посмотреть на тебя, понимаешь? Я говорю, ну, хорошо, ладно, твой выбор, я же не пойду сейчас мучиться из-за того. Но это только потому, что они знали тебя до, как ощущается. Они не могут с этой реальностью. Да, то есть не могут принять. А это как вы относитесь? Я вот знаю такое правило, я к детям с ним так отношусь, что нужно с ними говорить, как, ну, не сюсюкать, вот как со взрослыми. И также с людьми, если он едет на коляске, там, толкнул себя ногой, ты можешь повернуться, только осторожно, а не как бы не использовать вот этот вот, ой, несчастненький, это же, наверное, очень раздражение, ну, то есть это невозможно. А с другой стороны, когда люди, они не знают, как себя вести с вами, вот какой можно дать совет радиослушателям вот здесь? Ну, наверное, просто быть любезными, но не навязывать свою помощь. Если нам понадобится помощь, мы сами можем попросить. У нас есть... С сожалению, вот это спрашивать, как случилось. Нет, 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 есть, конечно, у других есть такое табу, что я не хочу об этом говорить. Других нет такого. Да. Мне, например, мне несложно ответить. Да, это же самое. Ну, вы сталкиваетесь, наверное, ну, вот, как это называется, каким-то восхищением приходится, потому что действительно очень пример большой воли, решительности и целеустремленности. Вот это в какой-то момент хочется уже какого-то, я не знаю, ну, вот мы, например, там заходим, не знаю, в троллейбус, нам могут нахамить что-нибудь такое. Нам тоже могут. Встречаетесь с таким? Конечно. Ну, как это возможно? Мне было, наверное, лет три назад, да, ехал в Риге здесь, я не знаю, что за улица была такая. Был вечер, наверное, осень была, и где-то вечером девять я ехал не по Татруару, а там, где велосипеды, ну, ездят. Ну, и просто по Татруару было трудно ездить. Ну, вот я ехал по этой дороге, там, где сделанная, ну, велосипедистка, да. Вот я еду, и там женщина подъезжает, она говорит, почему ты здесь ездишь? Здесь нельзя же ездить только велосипедистом. А если я бы наехал на тебя? Я говорю, если бы вы наехали на меня, вы же сами тут упали бы. А я бы дальше поехал. Да, ну, просто, начинала там просто ругаться, я говорю, хорошо, просто едьте дальше, не надо ничего просто, никаких скандалов. Все. Я говорю, ну, ты что, вам места нету, реально, я же не еду там посередине, я же не пьяный просто. Я просто еду по сторонке, все, вам же есть место. Да, тротуары у нас под углом, по ним действительно неудобно ехать. Да, вот так, да? Ну, это как по пляжу, когда он все время немножко вот так, и одна нога устали быстрее. Ну, да, по пляжу вообще. Да, да, вам-то. А вот Майк тоже в одном из интервью, может быть, в нескольких, говорил, что уверен, что вот однажды встанешь на ноги. Да, у меня никогда такая вера не пропадала. А вот вместе с этим, ну, ты, вот как это получается? Ты одновременно хочешь встать на ноги, но не потеряешь, я не знаю, какую-то вот суперспособность не пропадет? Я думаю, нет, я просто хочу... Понимаете, я сейчас рисую не такие уж большие картины, я просто хочу большие картины рисовать. Полотна? Просто, да, я все равно рисую на полотна. Только не на таких больших, но там самое большое, что я могу нарисовать, это 60 на 60, ну, сантиметра, да? Я хочу там метр, два метра, но большие, реально, я хочу руками просто рисовать. Ну, я говорю, если я сажусь рисовать, это 5-4 часа, это просто незаметно у меня проходит. Ну, так это особенность не того несчастного случая, а того, что вы такими родились, так получается? Ну, просто времени нет, это открывается. Так, ты знаешь, как обычно, учеба, потом работа, обычно на нелюбимой работе. Да, надо что-то менять, надо что-то менять. И люди все время недовольны жизнью, вот это не то, то не то, ну, так делай то, чем ты хочешь заниматься, а не вот, я вот должен, да? Да, многие люди, примерно, работают там, где они не любят, и эту работу не любят, но они работают потому, что есть там деньги, это все, что их манят. Но надо работать там, где ты любишь эту работу. Это независимо, ну, ладно, хорошо, зависит чуть-чуть то, что ты зарабатываешь, да? Это не зависит от того, что ты, все, ты сейчас будешь злой на людей, на своих там коллег, да, за то, что мне эта работа раздражает, и я просто работаю, что мне надо денег. Но для здоровья только хуже. Конечно, конечно. А у вас среди ваших, с ваших вот, ну, сообществ, где-то вот, где вы встречаетесь, собираетесь, ну, где-то пересекаетесь, да, на реабилитациях, да? Есть кто так и не делает, наверное, да? Вот вы пошли рисовать, а кто-то пошел, лег на койку, да? Ну, это я говорю, каждого своя воля. А у вас не было никогда мысли переехать в другую страну? Ну, вот мы Евросоюз, где, возможно, можно получать лучшую терапию, возможно, можно устроиться там, может быть, на работу, обучить. Где среда, которая, может, среда лучше, или что? Это тогда надо, наверное, менять всю жизнь. А родителей надо брать с собой тогда, всех-всех-всех-всех. Это было бы трудно, приехать куда-то, просто взять, взять один день, переехать в другую страну. Нет, это же будет очень трудно. Не думали, а вы, Полин? Ну, я не могу сказать, что я вообще не думала, но, опять-таки, это пока нет. Пока у меня еще мои цели тут не все выполнены. Марка, ну, так правильно, очень вдохновляюще сказал, что не нужно работать на работе, которая не нравится, только деньги, а на ту, которую любишь. Но чтобы вот что-то полюбить, какое-то дело, нужно тоже какое-то чувство очень сильное. Вы это чувство как поддерживаете? Ну, как ты же сам чувствуешь, что тебе нравится, что тебе не нравится. Но есть же люди, которые не могут найти этого. А подожди, они даже не думают, надо сесть и придумать. Прямо сесть и придумать? Прямо сесть и придумать, поехать там на море еще где-то. Чем бы я хотел бы заниматься? А почему бы не этим? Ну, ты работай в этом направлении. По чуть-чуть, да? Например, ты деньги зарабатываешь, да? Ты же просто не тратишь в одно, правильно? Ты садишь, ты думаешь, так, я могу это туда сложить, я могу это туда положить. Так, чтобы тебе осталось. Так и свою жизнь возьми и запланируй ее. Ну, она одна, да, и наша. Конечно. Нам нужно остановиться с вами на секунду. Дальше новости рекламы. Во второй части мы продолжим. У нас в гостях паралимпийка, фехтовальщица Полина Рожкова и художник Марек Одуминч. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем эту программу «Давай». У нас в гостях сегодня паралимпийка, фехтовальщица Полина Рожкова и художник Марек Одуминч. Мы говорим о проблемах инвалидов, о людях, мы говорим с людьми, которые, будучи инвалидами. Конечно, в том числе люди, которые добились успеха, каждый в своем деле. Полина паралимпиец, она съездила на Олимпиаду, паралимпиаду в Рио-де-Жанейро. Правильно я же все говорил. Это отдельная история, как паралимпиаду в Рио-де-Жанейро. А Марек рисует картины, рисует, когда держит кисточку во рту. И уже сколько выставок было? Вторая. Вторая. Сейчас две выставки. Несколько. Мы в перерыве заговорили про Евровидение. Там тоже в контексте Евровидения была история с артисткой, которая выступает на коляске. Вспомнили также вот... Случай с Познером. Случай в российском телевизионном шоу «Минута славы», когда... Танцовщики, у одного танцовщика он ампутант, нет одной ноги, и он танцевал с... И ему сказали, и этой паре сказали, что это такой запрещенный прием. Вот эти запрещенные приемы, они... Вот как с ними? Ваши действия, вы используете этот прием или его нет? Или люди как к этому относятся? Вот как вы сами к этому относитесь? Ну, я не могу сказать, что этого вообще нету. Но как бы и до травмы, но тоже как... Слушай, если ты к человеку по-доброму что-то попросишь, сделай, пожалуйста, там, или вот пришел с конфеткой, ну, что-то такое. Тебе же все равно к тебе уже сразу по-другому относятся. Так же и на коляске. Да, если расположил, так же и на коляске. Если ты будешь, делай, мне надо, то тебя как бы и... Откажут. И откажут. А если ты по-человечески попросишь, то тебе маловероятно, что откажут. Это не такое, что ты людей используешь, потому что ты на коляске. Но все равно есть моменты, где тебе нужна помощь, да. То есть, если где-то там все-таки есть бордюры, и тебе там надо преодолеть, или в магазине. Тебе предлагают, ты не отказываешься. Но стремление, вот какое должно быть у нашего общества, чтобы принимать это, чтобы были... Вот вы в перерыве, Полина, сказали, что некоторые виды спорта в Олимпиаде, в обычной Олимпиаде, да, стрельба из лука, это совместное, да. Ну, там, шахматы тоже можно совместно, да, и так далее, и так далее. Тогда и на Евровидении не одна участница должна быть, чтобы это был какой-то политический элемент. Или вот эти какие-то проценты, или чего, вот это нужно как-то регулировать, или это общество не готово еще, чтобы не выделять талант, не выделять обстоятельства, а видеть талант, видеть личность. Просто я думаю, что людям самим надо как бы себе показать больше. Ну, не сидеть просто дома и думать, ну, я, я не буду это я, да. Если не ты, то это кто? Ну, если у тебя есть талант, ну, показывай. Да, не надо прятать свой талант. А вы до этих случаев, вы, ваша жизнь пересекалась, были ли у вас знакомы? Вот у меня был дед слепой, хотя все видел, что я там, ну, шкодничал, ну, не спрячешься. Да, но вот вы, то, что вы, этот опыт, который обрели, этот опыт, да, который вот трудно понять, наверное, так, ну, радиослушателям сразу. Ну, у многих же есть соприкосновения с бабушками, которые, там, ну, за которыми уход, или там молодые, или одноклассники были. У вас были такие случаи? Нет, у меня были знакомые люди, которые в коляске, но такое, что мне надо было, как бы, спросить кому-то, да, нет, я, как бы, больше всего сами, ну, как бы, мы с мамой живем вместе, мы это сами, как бы, все перешли, перебороли. И это был такой трудный просто период. Ты не знаешь, куда идти, кому спросить и что-то делать, реально. Тебе надо просто идти, драться за свое, и все. А вот вы, ну, друг другом знакомы, Марек вспомнил про другого нашего гостя Гаттеса, да, который у нас был. Вот у вас, получается, такое, ну, есть сообщество, все друг друга знают. Вот на уровне каком, ну, понятно, что это просто человеческое общение, естественно, но есть там что-то еще, вот какая-то эта солидарность или что-то, на каком уровне это общение происходит? Можете как-то описать? То же самое, что у вас, просто. Ничего не меняется, реально. Нет, вы просто, вы же после этого как-то сразу так все друг друга находите, так или иначе, у вас появляется такое. Ну, я, например, с Гаттесом познакомился. Про все активных только ты знаешь, про неактивных ты все равно ничего не знаешь. Да, да, да. Ну, я с Гаттесом просто познакомился, я был в реанимации, тупости, травмы, у меня знаком, ну, у меня подруга, ну, лучшая, она говорит, я тебе познакомился с одним хорошим человеком. Хорошо, давай, они пришли двоем, я такой, о, парень без рук, классно. На машине ездит. Да, не, но тогда еще не ездил на машине, да, да, да. Да, мы там начали говорить, там шутки просто шутить, смеялись просто. Ну, вот так мы познакомились с ним и начали дружить просто. А сколько людей вы вдохновили из вашего круга, которые вот не играют в керлинг, не пытаются освоить спорт, не пытаются выявить свой талант. Талант такие тоже есть, которые не выезжают из дома, с пятого этажа, с четвертого, если нет лифта, вот так и там находятся в квартире. Таких много. Много, да. Вышли по городу, мы не встретили сегодня ни одного колясочника. Ну, видите, да, но есть, да, конечно, которые сидят дома, но им надо показать просто свет. Им надо в другой раз сказать, давай, давай, иди. Особенно в Риге все-таки есть, у нас и социальные службы помогают. Конечно, на концертах есть люди, привозят. Ну, на концерты, да, конечно. А в парке вот я не вижу. Ну, или я просто, может, не вижу, вот я неделю смотрю. Но для этого, понимаешь, это должно быть свободное время и хороший ассистент. Да. Как с ассистентом, кстати, происходят отношения общие? Тяжело ли было в первое время, когда ты понимаешь, что, ну, ты больше не один, все, у тебя получается жизнь, ты с кем-то делишь? Это какой-то момент, не знаю. Конечно, может, по линии она сама по себе живет. Ну, да, ну, сначала я, конечно, жил с мамой, ну, она помогала, и бабушка приезжала в гости, ну, как бы, помогать Косте. Но потом мне, когда дали квартиру социальную, ну, да, тогда мне надо уже искать свой ассистент за свои деньги. Государство ничего не помогает в том сплане. Вот еще один, да, такой получается? Да, в Риге помогают. То есть, паузки нет, в Риге нужно стучать. Кстати, сейчас тоже должен быть у вас. Ну, понимаешь, мне нужен человек 24 часа. Ну, я понимаю, да. Такого не дают. Не дают, но на эти 40 часов в неделю... Ну, куда я с ним пойду? У нас, Белоск, нет такого, нет театра, у нас нет кино. Ну, куда я пойду? Я все равно, я там ассистент. Замок, смотри. Потом все равно надо. Потом все равно надо. Ну, я думаю, что после эфира мы это можем обсудить. Хорошо. Так что с ассистентом? Вот сколько, 5 лет, да, прошло с того года? Я живу отдельно, как бы, 3 года уже. Ага. Да, чуть больше, почти 4. Как с ассистентом складывались отношения? То есть, это легко, да, лучше? Нет. Сначала, да, сначала я нашел одну, у меня была одна, она со мной 3 года сидела со мной. Но когда она ушла, это был просто крах. Потом ты сидишь, ищешь, да, как бы, нашел одного человека, да, все классно, потом уходит. Ну, или зарплата маленькая, или другую работу нашел, или просто недопонимание. Привязываешься к этим людям? Сначала нет. Сначала я просто такой нейтральный, не особо такой разговорчивый. А потом, да, чуть-чуть открываюсь, понимаю, что если человек долго уже, ну, как бы, хочет работать, нормально все. Тогда да, открываемся, говорим, все, что... Главное качество ассистента, вот какое бы назвали? Главное, ему понять то, что я хочу от него, все. А ты что, хочешь? Нет, не так уж все, да. Понимаешь, есть такие, как бы, свои нюансы, что надо, что надо, что понять. Ну, это практические вещи какие-то. Да, 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 конечно. Хорошо, мы сейчас послушаем, мы поговорили традиционно с людьми на улице, спросили у них. Ну, мы задали вопросы, вот как по-вашему относятся к людям, видите ли вы их, понимаете ли, как вы сами думаете. Вот понимаете проблемы людей с ограниченными возможностями? Или как-то соприкасались в жизни? Сейчас услышим, что они нам рассказали. Мы спросили людей на улицах Риги, как, по их мнению, в Латвии относятся к людям с ограниченными возможностями, обращают ли на них должное внимание. Большинство считает, что с этим есть проблемы на уровне государства, а по-человечески отношение адекватное. Доктор-клоун Игорь замечает улучшения в условиях для людей с ограниченными возможностями. В последнее время я замечаю, что стали делать в переходах такие подъемники, пандусы, да. Для меня это знак того, что их начинают замечать, во всяком случае. В чем-то у них по факту не те же возможности, это их данность. Я думаю, что если они захотят, они могут это сделать прямо сейчас. Журналист Роман, наоборот, видит абсурдность в отношении государства к этим людям. С точки зрения существующих программ, кажется, не очень. Мне кажется, показательный случай был, когда на Паралимпиаду в Бразилию, в Министерство культуры и спорта, паралимпийцы не смогли просто заехать, потому что там, значит, бордюр не позволял им этого сделать. Ну, то есть, камон, ребята, это, мне кажется, не очень. Студент Данейл считает, что в стране создается инфраструктура для людей с ограниченными возможностями. В Риге эта инфраструктура недостаточна считает школьница Лаима. По ее словам без помощников герои нашей программы не могут полноценно передвигаться по городу. Школьница Билла не думала об этой проблеме. Она редко замечает на улице людей в инвалидном кресле. Мы не замечаем людей с ограниченными возможностями, потому что не хотим решать их проблемы, считает школьница Анастасия. Мы хотим видеть, что это не так хорошо, но не все трамваи, автобусы и транспорты, например, мы хотим делать это, но не очень. Когда мы работаем, мы не хотим решать их, потому что мы не хотим решать эту проблему. Так, да, мы хотим решать их решать. Удовлетворительную ситуацию называет хореограф Илья. Люди с ограниченными возможностями есть, и об этом не стоит забывать, говорит он. Я вижу, чтобы инвалиды попали на верхний этаж, или чтобы для них лестницы не было проблемой. В городе их не видно, это факт, но такие люди есть, окружающие довольно отзывчивые, пытаются им помочь. Да, Илья хореограф, он говорил о том, что верхний этаж это опера и балет. Вы посещали постановки оперы и балета на Шиватвиске? Да нет, но я хотел бы. Хотел бы. Вот можно организовать. Попробуем. Вы слышали что-то новое для себя? Или это распространенное мнение в целом? Ну так примерно плюс-минус. Она такая средняя ситуация есть. Нет такого, что она прям совсем идеальная, но и не так плохо. Да, нет такого, что мы не хотим идти на улицу и сидим дома. Но нет, нет такого. Если ты не можешь выйти, действительно. Да, конечно. Просто есть, например, как в Риге, если ступеньки есть снаружи и внутри, то за помещение внутри ответственна социальная служба. Но они не могут сделать ничего внутри, пока не будет сделано снаружи. А чтобы сделать снаружи, очень часто не хватает для нужного угла, не хватает там тротуара или еще чего-то. Расстояние. Расстояние, да. То есть если у тебя, тебе сделают заезд, не подходящий по нормативам, то у тебя его не примут. Соответственно, и социальная служба, опять-таки, тебе ничего не сможет сделать. И то есть так и остается, что у тебя два пролета без заезда. Даже без какого-нибудь плохого. То есть так ты можешь кого-то попросить тебя хотя бы туда затолкать, а если нету, то по ступенькам объяснять. А можно тогда просто писать заявление, что а если пожарная безопасность, как я покину квартиру, если я одна, тогда вы будете вот виноваты в этом? Нет, думаю, я вообще, допустим, у меня мама купила квартиру в 16-этажном доме, который не очень хорошо приспособлен, мягко выражая сам дом. Квартиру мы сделали хорошо, но когда я спрашивала насчет возможности вот какой-нибудь заезд сделать, мне говорят, что вы вообще здесь покупаете квартиру? Покупайте в новом доме, где все приспособлено. Дайте денег на новый дом, где все приспособлено. Говорить можно много, но сделать это уже другое. Если говорить о травмах, травме, которая с вами произошла, вы возвращаетесь ли мысленно в тот день? И были ли вы, может быть, на том месте, где это все произошло после этого? Или все-таки нет? Возвращаюсь тогда, только когда меня спрашивали, что с тобой случилось, почему ты в коляске. Ну да, тогда только. И возвращаюсь там, где я лежал в ременции. Нет, нет, я имею в виду, где произошло. А, где произошло? Я не знаю, я не помню, где это было. Не, ну я помню, где-то, ну, где-то в Мару. Там было озеро, да? Да, я помню, что это было Мару, там была баня, я все помню это, да. Но где-то озеро, но я же, я искал в гугле, не нашел ничего. Вот прям вот заколдованное место. Я была. Я не почему-то заколдованное, просто я хотела увидеть, что и там как поменялось, или просто так. Я была, где я сломала спину в цессисе, была красиво. Я хорошее место выбрала. А так, ну, я не возвращаюсь именно в тот день, ну да, как Марк сказал, что когда тебя спрашивают, скорее вот эти обстоятельства, ты вспоминаешь, а не это место. Возвращаешься в жизнь до травмы, а не конкретно в этот день. Потому что этот день у меня тоже был достаточно короткий. Я достаточно рано утром сломала спину. Ну да. Потому что мы там оставались на ночь, поэтому как-то проснулась, покаталась, сломала спину, всё, да. То есть мне в этот день возвращаться, ну что там. А вот пока время идёт, вот прошло, ну сколько, я не знаю, прошло там 9? У меня уже 8. 8-9. Меняется вот это вот время? Оно как-то тоже иначе это начинает? Нет. Вот все те же самые в 23, как мне было, это внутренние ощущения. Опыт, конечно, прибавляется, и мировоззрение меняется, внутренние ощущения нет. Вот оно как есть 23, ну так и... Мне кажется, что в этом ограничены возможности, но безграничные силы и духа, воли. Вот мне... Ну выбора нет. Нет, ну у тебя либо ты идёшь, заканчиваешь жизнь самоубийством, либо ты, ну как-то живёшь. Здоровье, например, долго пить не позволит. Но сколько ты там смотришь... А вот ближе к этому первому состоянию вот у вас пододвигался этот маячок? У меня нет. Не в полную, но по крайней мере вот на той стороне. У меня, наверное, не считая последнего времени, когда так вот, ты понимаешь, что ты так морально устал, до этого нет. Ну, потому что времени не было, потому что тебе надо было заниматься реабилитацией, потом учёба, работа, спорт. Некогда об этом думать. А у тебя, Марек? По самоубийству? Ну нет, ну я говорю, это крайне, но... Не, 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 я вообще... Я бы сейчас... Как ты спросил, так он и переспросил. Да, не, ну просто нет, это не моё. Зачем? Ну, я хочу жить, я буду жить, но это... Конечно, будут трудности всегда. Всегда будут трудности, но с ними надо просто перейти. Ты будешь жить, если тебе будет трудность, ты перейдёшь эти, ты понимаешь, что ты сильный. Всё, иди дальше, борись. Как вы на будущее смотрите? Вы хотите продолжать заниматься вот тем, что у вас сейчас так хорошо получается? Обязательно. Я хочу ещё что-то развить, но я не знаю, что ещё. Ищешь? Да, ещё, ещё двигаюсь. Ну, основные, скажем так, планы, это рисовать просто более широкие полотна, насколько я понимаю. Я просто уже думал, как можно ещё побольше нарисовать, например, на какие полотна. Я думал, может, подъёмник взять, лично подъёмник, давай рисовать. Технологии надо же доедать. По всей комнате просто. Ну да, надо просто думать, и всё. Ну, пока держусь на уровне, но иду вперёд, развиваюсь. А у Полины? У меня, ну, есть много вещей, которые я хотела бы научиться или попробовать. У меня мой список ту-ду-лист у меня есть. Ну, я надеюсь, что когда-нибудь все галочки там везде отмечу. На Паралимпийские игры ты поедешь ещё? Хотелось бы на зимние ещё всё-таки попасть. На Паралимпийские надо идти? М? Вообще, на это дойти? Мне моё здоровье ещё дорого. Нет, я с Гёрнгом собираюсь туда ещё попасть. У нас, да, всё-таки у нас сейчас наконец-то появился хороший ответственный тренер. У нас и до этого были хорошие тренера, просто ни у кого не было на нас время. А сейчас у нас появился тренер, который расписал нам программу на полтора года. У нас появился психолог в команде. И, в принципе, плюс-минус укомплектовался, команда почти уже собралась. Только у нас в сборной Латвии, сука, я играю, столько каждый раз на чемпионат Латвии у нас у кого-то проблемы со здоровьем. И вот такие... Ну, со щётками это тоже с ограниченными возможностями? Мы не трём, мы не трём. Мы бросаем сразу правильно. Мы хотим в конце программы попросить вас, мы вас не предупреждали, потому что уверены. Андрей сказал, что не надо предупреждать, мы уверены, что эти люди, им есть что сказать. Мы каждый раз в конце программы просим какое-то в сжатом виде наших гостей произнести какое-то правило жизни свой или принцип, которым он руководствуется в том, что он делает и в жизни, собственно. Есть у вас что-то такое? Ну, моё такое главное правило, но оно у меня было и до травмы, сегодня быть лучше, чем вчера, на завтра лучше, чем сегодня. В любом направлении. А после завтра лучше, чем завтра? Конечно. Всегда есть куда расти. Надо просто бороться и идти дальше. несмотря на то, что ты остановился на одном, если ты достиг что-то, достигай дальше. Сделай свой выбор, ну, не выбор, а свою, как бы, галочку поставил и всё, иди дальше. Не останавливайся на то, что ты уже сделал. Главное, верь и тебе всё получится. Спасибо вам огромное. Отдельное спасибо, что вы приехали издалека особенно, да, и спасибо, что пришли и поделились с нами вашей мудростью. Мы с вами попрощаемся. Мальчик, я хочу сказать, что эта передача не для людей, которые с обычными возможностями, а люди с ограниченными, а это как раз передача о людях, которые сами сильные и для тех людей, которые слушают, которые не открыли свою силу. Мне кажется, мы здесь не можем никак разделять. Я просто за то, чтобы не было этого разделения, кому-то вот, ну, можно потому, что он в коляске, а кому-то нельзя, чтобы мы как можно быстрее соединились и не выделяли, а оценили таланты, оценили эти качества. И спасибо, что у вас есть друзья, которые помогли вам сразу добраться, и что вы такие отзывчивые, и что вы подаете пример. Вот, я буду плакать. Счастливо. 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 Счастливо.